Год обезьяны пришел и астрологи уже обещают жаркий февраль и март в политическом плане. В этом году можно ждать трансформации идеалов и представлений о прошлом. Почему поменяется сознание людей и что ждет руководителей страны и нашей области? Узнавала Анастасия Симонова. Анастасия Симонова. Будут формироваться новые представления о прошлом и формироваться новое будущее. Для Украины я считаю, что это хороший знак, потому что мы находимся в состоянии трансформации. Но самые исторические времена Украины уже не за горами. Это февраль и март. Решится вопрос с реформами, решится судьба целой страны. Все зависит сейчас от того, какое решение будут принимать и Порошенко, и Яценюк, и как они решат эту ситуацию. Потому что ситуация будет накаляться. И я думаю, что то, что 16 февраля будут проходить заседания в Верховной Раде, слушать будут правительство и принимать решение об отставке. И Украина, и Одесса – обе девы. Но на фоне того, что происходит в стране Одесса, сохранит стабильность. Олег Евтушенко говорит, наш город просто старше. Если говорить о перспективе Одессы, Одесситов и руководства города, я думаю, что так как вот сейчас развивается ситуация в Одессе, я думаю, что через полгода-год начнет развиваться ситуация и в Украине. Перейдем на личности. У мэра Одессы сейчас период проверки на профессионализм и лидерские качества. И положительные прогнозы. А вот у стрельца Михаила Саакашвили – время важных шагов. Кстати, именно 12 лет назад и тоже в год обезьяны он стал президентом Грузии. У стрельцов время принципиальное. То есть это время, когда человек либо возрождается, либо уходит с политической, ну или с любой арены навсегда. И для Саакашвили очень важно показать результат, то есть проявить себя. Может ли он стать премьер-министром? Думаю, не сейчас. Хотя у него есть на это хорошие показатели. Буквально вот начиная там с 16 февраля. Что касается президента Украины, у него самый сложный период уже прошел. В конце декабря – начале января. А вот у Арсения Яценюка ситуация усугубляется по нарастающей. Даже если он останется на посту, весной ему придется сложно. Ситуация у него, конечно, ну с моей точки зрения 60 на 40, что его такие снимут и правительство отправит в отставку. Если так случится, что Арсений Петрович уйдет в отставку, боюсь, что он вообще потеряет интерес к политике и уйдет из него навсегда. Также вполне возможно, что осенью нас традиционно ждут выборы, скорее всего парламентские. И, кстати, партия Саакашвили, по прогнозам Олега Евтушенко, имеет все шансы занять чуть ли не первое место. А пока наблюдаем за февралем. Будем надеяться, что Украина сдаст экзамен в феврале-марте. И у нас будет правительство, которое действительно будет проводить реформу. Анастасия Симонова, Алексей Барановский, 7 канал.